Вы смотрите деловую программу ресурсы в студии Эльвира Найманбаева. Здравствуйте. В региональные палаты предпринимателей поступило 1300 обращений. Об этом рассказал председатель президиума НПП Тимур Кулебаев. Вопросы разные касаются земельных отношений, налогового и таможенного администрирования, применения антимонопольного законодательства. В целом мы, как НПП, все эти обращения рассматриваем и, конечно, мы представляем и защищаем интересы добросовестных предпринимателей, а именно таких, которые соблюдают законность, ведут свою деятельность согласно законодательству. Также основная задача, которая стоит перед НПП, поднять правовую грамотность предпринимателей, ответственность для того, чтобы они работали в правовом поле, отметил Кулебаев. Средний месячная номинальная зарплата казахстанцев в мае составила 120 479 тенге, сообщает агентство по статистике. В отраслевой структуре самая высокая зарплата в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров 249 400 тенге. Это в 2,1 раза выше среднереспубликанского уровня. В профессиональной научной и технической деятельности 234 100 тенге, выше в 1,9 раза. И в финансовой и страховой деятельности 205 500 тенге, больше в 1,7 раза. Меньше всех получают работники сельского, лесного и рыбного хозяйства 72 100 тенге, что на 40,2% меньше среднего показателя. В региональном разрезе наиболее высокая зарплата в Итараусской области 231 300 тенге, что почти в 1,9 раза выше среднереспубликанского показателя. В североказахстанской области самая низкая – 80 900 тенге, что на 32,8% меньше среднего. К другим темам. «Эксенмобил» будет искать сланцевый газ в Турции. Американская нефтяная компания ведет переговоры с «Тюркиш Петролиум» о создании совместного предприятия, пишет Рейтер. Сообщается, что СП будет проводить работы по поиску сланцевого газа на юго-востоке и северо-западе Турции. «Эксен» вела переговоры еще в 2012 году, однако они оказались безрезультатными. С тех пор произошел прогресс, и компании близки к соглашению, рассказали турецкие чиновники. Страна планирует сократить ежегодные расходы на энергоресурсы с нынешних 60 миллиардов долларов и стремится использовать атомную энергетику, уголь, энергию солнца и ветра. Почти третий банков еврозоны потребуется дополнительный капитал, чтобы пройти стресс-тесты ЕЦБ и Европейского банковского управления. Таковы результаты анонимного опроса компании Ernst & Young. Наиболее уверены в своей прочности банки Германии, а наименее Испании. Еще около трети банков еврозоны считают, что для покрытия безнадежной задолженности в текущем году им придется увеличить резервы. Наибольшее отчисление на возможные потери под судом ожидается у испанских и австрийских банков. При этом, как отмечается в докладе, большинство европейских банкиров ожидают сохранения размеров вознаграждения, а 28% даже что они возрастут. ЕЦБ намерен предоставить банкам, которые не выполняют условия стресс-тестирования, полгода для обеспечения должного качества активов. Например, им будет предложено продать часть своих акций или отказаться от распределения прибыли. С начала года банки ЕС привлекли уже 35 миллиардов долларов собственного капитала. Япония впервые в истории в плюсе от туризма. В 2013-м страна зафиксировала положительный платежный баланс между въездным и выездным туризмом, сообщает Блумберг. Такая ситуация сложилась благодаря падению курса иены, которая сделала поездки в Японию более доступными для иностранцев. Повышение туристической привлекательности – одна из заявленных правительством задач. В Кабмине Синзуабе рассчитывают, что к 2030-му количество туристов должно утроиться по сравнению с нынешними показателями. Для этого будет принят ряд мер, включая снижение требований к предоставлению виз для граждан Вьетнама, Индонезии и других государств. Более половины туристов приезжают в Японию и соседних стран, и прежде всего Южной Кореи, Тайваня и КНР. Доходы в странах Восточной Азии продолжают расти, что и стимулирует туризм на японские острова. Ожидается, что в этом году будет установлен рекорд по общему количеству туристов, который будет обеспечен именно гражданами этих стран. И у меня на этом все. Напомню, что все наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Читайте нас также в социальных сетях. Благодарю за внимание. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи.